распространенные вредители клубники как распознать и справиться с ними клубнику любят не только люди но и многие вредители причем большинство из них опасны не только сами по себе но и как разносчики болезнетворных грибков вирусов бактерий малинно-земляничный долгоносик от него страдает не только клубника и малина но и большинство растений из семейства розовые вредят посадкам и взрослые особи небольшие черные жучки и личинки первые питаются соком листьев затем самки откладывают яйца в цветочные бутоны подгрызая при этом цветоножку вылупившиеся личинки выедают их изнутри уничтожая плодовые завязи бутоны чернеют опадают для профилактики между рядами клубники или по периметру грядки высаживают лук чеснок бархатцы настурции культуры которые могут пострадать от долгоносика по возможности размещаются подальше друг от друга неплохо помогают предотвратить появление долгоносика и народные средства настой полыни пижмы чемерицы скорлупы грецкого ореха горчичного порошка луковые шелухи клубнику опрыскивают примерно раз в полторы недели а в фазе бутонизации цветения каждые два-три дня в случае массового нашествия вредителя регулярно ранним утром кусты энергично страхивают предварительно расстелив под ними газету клеенку укрымной материал неплохой эффект дают и самодельные ловушки бутылки заполнены сахарные сиропом с добавлением дрожжей горлышки изнутри смазывают растительным маслом чтобы вредители не смогли выбраться наружу кусты и почву под ними опрыскивают навоктионом искрой м кинмиксом обработка обязательно проводится после сбора урожая чтобы уничтожить личинок зимующих в почве земляничный клещ один из самых распространенных и опасных для культуры вредителей увидеть его невооруженным глазом невозможно листья покрываются мелкими коричневыми точками приобретают неестественный желтоватый оттенок их поверхность становится гофрированной молодые листья вообще не разворачиваются до конца от этого клубника скорее всего не погибнет но урожайность существенно на 50 60 процентов снизится для профилактики после сбора урожая растения обязательно опрыскивают карбофосом в течение вегетативного сезона почву 3-4 раза опудривают коллоидной серой из нее же можно приготовить раствор для обработки кустов народные средства настой луковой или чесночной кашицы листьев одуванчика корни рассады перед высадкой на 2-3 минуты погружают сначала в горячую 40-45 градусов цельсия затем в прохладную 15-20 градусов цельсия воду если вредитель расплодился массово применяют фуфанон кемифос но в акте он актелик устойчивы к поражению земляничным клещом сорта зенга зенгана торпеда витязь заря земляничный листоед основной вред клубники причиняют личинки земляничного листоеда мелкие бурые жучки селятся в основном на изнанке листьев питаются они тканями листа выгрызая их изнутри самки откладывают яйца на черешках вылупившиеся личинки также питаются тканями листьев они становятся тонкими полупрозрачными иногда появляются дыры в результате кусты останавливаются в развитии плодоношение прекращается чтобы отпугнуть вредителя от грядки ранней весной почву посыпают табачной пылью или растертыми в крошку сухими листьями но злоупотреблять этим не следует чтобы не ухудшился вкус ягод до цветения клубнику обрабатывают карбофосом или карате обязательная регулярная прополка особенно тщательно нужно уничтожать таволгу и лопчатку гусиную земляничный листоед питается и этими растениями тоже земляничная белокрылка очень мелкие белые бабочки похожие на моль облепляют изнанку листьев достаточно любого прикосновения к кустику чтобы они поднялись в воздух листья покрываются липким налетом и слоем сажистого грибка питаются белокрылки соком растения поэтому ткани постепенно обесцвечиваются затем листья чернеют и отмирают неплохой эффект в борьбе с белокрылкой дают самодельные ловушки сделаны из кусков картона желтого цвета смазанного чем-нибудь липким долго сохнущий клей сахарный сироп варенье мед вазелин в случае массового нашествия применяют актару равикурт конфидор народное средство любой шампунь или спрей от блох в состав которого входит фипронит для профилактики между рядами клубники высаживают лук и чеснок настоем из стрелок или кашицы каждые 10-12 дней опрыскивают растения земляничная нематода нематоды мельчайший нитевидный червей питающийся соком молодых листьев селятся они в их пазухах поэтому практически незаметны самки откладывают яйца на корнях они покрываются шарообразными выпуклостями размером примерно с маковое зерно личинки земляничные нематоды вылупляющиеся из яиц повреждают корни клубники выедая их изнутри в процессе питания нематоды заражают ткани веществом препятствующим нормальному обмену веществ в результате листья желтеют и деформируются прожилки на них утолщаются число бутонов резко уменьшается ягоды мельчают земляничную нематоду практически невозможно разглядеть невооруженным глазом нематоды совершенно не переносят высокую температуру поэтому корни кустиков перед высадкой в грунт на несколько минут погружают в горячую воду ей же поливают грядку ранней весной первые молодые листья опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью вредитель поражает не только клубнику но и картофель горох лук их нужно высаживать как можно дальше друг от друга для борьбы с нематоды используют фосфамид витарос карбатион гетерофос после сбора урожая клубнику обрабатывают скором фундазолом народное средство настой крапивы но эффект она дает далеко не всегда тля один из наиболее универсальных вредителей поражающих как садовые так и комнатные растения эти мелкие насекомые разных оттенков от зеленовато-желтого до черно-коричневого селятся целыми колониями облепляя изнанку молодых листьев бутоны плодовые завязи питается для соком растения поэтому пораженные участки покрываются мелкими бежевыми точками листья деформируются и скручиваются одновременно появляется липкий прозрачный налет стоит отметить что чаще всего для живет в устойчивом симбиозе с муравьями и с ними тоже придется бороться для вредитель не брезгующий практически никакими садовыми культурами клубника не исключение вредителя эффективно отпугивают любые резкие запахи полезно рядом с грядкой клубники высаживать любые пряные травы а также полынь бархатцы фенхель лаванду ромашку аптечную многие из этих растений привлекают на участок естественных врагов тли божьих коровок всю эту зелень а также ботву томатов картофеля стрелки лука и чеснока кожуру лимона жгучий перец табачную крошку можно использовать как сырье для приготовления настоев для профилактики появления клубнику достаточно опрыскивать раз 8-10 дней при обнаружении насекомых ежедневно по 3-4 раза химикаты применяются только в случае массового нашествия вредителя обычно вполне хватает народных средств можно использовать любой инсектицид общего действия актара и скрабио интавир конфидор и так далее майский жук основной вред клубники как и другим садовым культурам причиняют личинки майского жука поедающие корни растений в результате кусты быстро гибнут эффективная профилактика вредителя ежегодное глубокое рыхление почвы весной и осенью в междурядья высаживается белый клевер насыщающий почву веществами отпугивающими личинок ранее весной до того как распустятся листья субстрат на грядке можно полить разведенным водой нашатырным спиртом 2 миллилитра на литр либо сделать несколько глубоких канавок засыпал в них гранулы денеса карбофоса народное средство настой луковой шелухи в течение весны его три-четыре раза льют под корни каждого куста личинки майского жука поедают корни растения и могут за короткое время уничтожить всю грядку клубники для борьбы с личинками применяют препараты немобакт почин землин взрослых особей от посадок клубники отпугивают высаженная рядом с грядкой бузина люпин репа паутинный клещ вредителя легко опознать по отлетающим листьям бутоном и плодовым завязем тонким полупрозрачным нитям похожим на паутинки он питается соком растения пораженные участки тканей постепенно желтеют и сохнут селится он в основном на изнанке листа она постепенно затягивается тонкой белесой пленкой устойчивы к поражению паутинным клещом сорта первоклассница анастасия sunrise золушка кубани паутинный клещ не насекомая поэтому желаемый эффект в борьбе с ним дают только специальные препараты акарициды для профилактики между кустами клубники высаживают лук чеснок календулу бархатцы сами кусты опрыскивают настоем луковой или чесночной кашицы отваром клубней цикламена но такие народные средства дают эффект не всегда если от клеща пострадала значительная часть кустов на грядке лучше не терять время и сразу применять специализированные препараты акарициды октофит окарин вертимек неорон а полу их нужно менять при каждой новой обработки вредитель чрезвычайно быстро вырабатывает иммунитет слизни еще один всеядный садовый вредитель слизни похоже на лишенных панциря улиток они питаются мякотью ягод клубники и тканями листьев проделывая в ней отверстия или сквозные ходы на поверхности плодов и листьев заметны их следы полосы липкого серебристого налета скоростью передвижения и способностями к маскировке слизни не отличаются поэтому неплохой эффект дает ручной сбор вредителей проводить его лучше всего ранним утром в это время слизни собираются под листьями и наименее активны также можно использовать ловушки капустные листья половинки грейпфрута наполненные пивом сахарным сиропом вареньем емкости вкопанные в почву слизни не способны уничтожить кусты клубники но сильно портят товарный вид ягод кусты для защиты от вредителя окружают барьером из измельченный в порошок яичный или ореховой скорлупы песка сосновых или еловых иголок почву посыпают табачной крошкой древесной залой горчицы по периметру грядки высаживают любые резко пахнущие пряные травы также можно попытаться привлечь на участок естественных врагов слизней ежей лягушек и птиц неплохо справляются задачей обычные куры инсектициды применяют только в случае массового нашествия слизней что встречается достаточно редко наилучший эффект дают препараты металлигид гроза слизней